так ладно вроде наконец настроились не знаю сколько сил нужно чтобы настроить камеру и усилий жены и так небольшая экскурсия да друзья сидя в условном заточении в условном потому что все-таки по утрам в 5 30 сегодня я выбежал побегать в парке никого там конечно не заражал нет кого не заражался народу много но не так чтобы можно было друг от друга заразиться но в общем короче вот так живем это лыжи вдруг еще пригодятся а это кабинет ведь он на балконе на балконе кабинет мы живем прямо под измайловскими высотками вот этими пятиэтажном домике у нас такой вот балкончик для работы так а что я тут делаю а я попытаюсь книги разные читать но вот здесь не не бельмеса не понимаю открываю да и читаю m с чертой г и n от x запятая бета грубое пространство модуля из текст стабильных отображений рода же класса бета с n отмеченными точками виртуальный фундаментальный класс класс инвариант громого виттона инстантонное число в общем случае в случае трехмерной квинтики в общем короче это вот это обозначение конечно да но если я открою любую точку любую любое место этой книги то вот примерно вот такой вот текст меня ждет это к тому чтобы вы понимали что после прочтения вот этих обычных книг да и да даже после прочтения вот этой как с которой я пытаюсь биться чтобы потом понять вот эту после прочтения вот этих вот обычных книг еще этапов образования безумная Совершенно количество идет Просто какой-то ужас, я не очень понимаю Как вообще можно это все за разумное Время понять, наверное я просто тупой Вот Ну а вот здесь Соответственно другие книги, которые Я тоже изучаю Когда-нибудь мы проведем экскурсию Такую детальную, то есть я буду Комментировать книги, которые Здесь на полке стоят Комментировать их буду, да А пока давайте вот так С нагрудным этим Таким прикольным, нагрудным Таком формате, разберем одну Классную задачку Которую мне Абдуллат Которую Айбуллат Абдуллин Мне сообщил Значит, учитель математики Иногда подкидывает мне сложные задачи Вот уже второй раз подкинул Вот, и вот Как эта задача выглядит Решить вот такое уравнение Мне оно вообще очень понравилось на самом деле И я хочу с вами здесь его вот в таком вот режиме кустарном Разобрать Да, просьба на качество не жаловаться Это качество сделано на коленке Сегодняшний видос Ну просто, чтобы вы видели Как тут вот я живу И работаю в период вынужденной Изоляции и отсутствия поездок Вот такое уравнение надо решить Вот, относительно x вещественного Ну и Как-то на самом деле Есть несколько способов решения Абдуллат испугалось, что когда он начал решать В лоб там возникло уравнение там какой-то очень высокой степени Даже после замен только четвертой Ну давайте подумаем, вот что делать Ну, во-первых, давайте Как-нибудь действительно понизим степень Вот если я разделю на x Да, самое первое замечание, что ситуация слева и ситуация справа от нуля Совершенно одинаково, поэтому можно считать, что x больше нуля Уравнение симметрично относительно x Вот, считая, что x больше нуля Мы можем этот модуль открыть Потому что все равно x меньше единицы Да, нам гарантируется этим выражением Что x по модулю больше единицы брать У нас все равно не получится Вот, ну и единица вообще не корень Поэтому у нас даже нету тут каких-то краевых эффектов Вот, ну и теперь мы имеем вот такое уравнение Нам нужно найти x, значит, между нулем и единицей Да, 0 видно тоже не корень А где-то вот внутри этого интервала якобы есть какое-то решение Ну и от минус x тоже будет решением Если вообще есть какие-то решения И сколько их и так далее Ну что делать? Ну давайте поделим на x Слева будет корень из 1 минус x квадрат Плюс 1 А справа корень из 1 на x квадрат Плюс 1 Делю на x, а внутри корня делится на x квадрат Ну и сразу приходит в голову замена t равно 1 на x квадрат Вот такая вот замена Которая теперь x из 0 и 1 Переводит в t от единицы до бесконечности Вот, t живет здесь И что же мы получаем? Мы получаем такое равенство, что Корень из 1 минус 1 на t Плюс 1 равно корень из 1 плюс t Вот Вот такое вот прикольное, да, прикольное получается Уравнение И честно говоря, совершенно непонятно Есть ли у него корни Я стал смотреть еще на вот этот вот первый график Я посмотрел, нарисовал график Ну, как бы я вначале пытался всякие тригонометрические замены делать Видите, тут что-то типа Вот здесь, например, x равен синус Синусу, то вот это вот косинус, да? Ну и тут там тоже какое-то выражение Синусом, тангенсом, там чем-то Нет, здесь 1 на косинус квадрат Да, получается что-то такое Нет, если x это тангенс То это 1 на косинус квадрат В общем, я покрутился с какими-то тригонометрическими Не вышло Забил, но зато я нарисовал вот эти два графика Когда я пытался их решать геометрически Вот задачу Корень из 1 плюс x квадрат Это корень из вот этой вот параболы, да? Вот А это, это просто кусок окружности Значит Вот если я x выделю Вот это, вот это Это кусок окружности, поднятый на единицу, да? Поднятый на единицу Он вот так устроен И теперь мы его домножаем на x То есть как бы мы его вот так делаем, да? Домножаем на x Ну здесь, на самом деле, как она с другой Скорости здесь немножко другие, видимо, с которыми они стартуют В общем, здесь вот Вот непонятно, то ли она как бы всюду выше То ли она касается, то ли она пересекает Но вот забегая вперед Чудо в том, что на самом деле касается То есть, когда я вот из этого, значит, вот это вот Домножил на x Получилось как раз касание с вот этим вот графиком корень из параболы Вот Ну это же совершенно офигеть Просто можно от этого, да? То есть оказалось, что Верно В результате решения, забегая вперед Оказалось, что верно такое замечательное соотношение Что корень из 1 плюс t Минус корень из 1 минус 1 t Больше или равно единице всегда И только при одном t на самом деле равно единице Вот такое выражение Оно равно единице при некотором t А вот очень замечательном t Которое мы сейчас будем получать Пытаться получить, да? Вот Ну дальше я на самом деле сделал следующее Дальше я сделал следующее Значит Потом я Я покажу вот это решение Потом я Ну как бы примерно до конца Почти до конца его покажу А потом Расскажу про решение Сережи Маркелова Вот Значит итак Че мы делаем? Мы Пишем Значит корень из 1 плюс t Минус Корень из 1 минус 1 t Равно единице И домножаем на сопряженное На корень из 1 плюс t Плюс корень из Из 1 минус t Получается справа Корень из 1 плюс t Плюс корень из 1 минус 1 t А слева соответственно 1 плюс t Минус 1 плюс 1 t Да? Т Так Т Т Т Т Плюс 1 плюс 1 т Т Заметьте Заметьте что Та же двойка вылезла Плюс 2 корня Из чего? Из произведения 1 на 1 Минус t на 1 т И тут сократилось И остается вот так Вот И получается у меня Интересная между прочим ситуация У меня получается t квадрат Плюс 1 на t квадрат Это двойка у меня С этими двумя сократилась Равно t минус 1 t Плюс 2 корня из t минус 1 t Вот так вот И видно что на самом деле Слева тоже что-то Связанное с t минус 1 t А именно Что слева на самом деле t минус 1 t в квадрате t минус 1 t в квадрате Минус 2 Ну то есть вот если я сейчас Сейчас t квадрат Минус 2 t Простите пожалуйста Плюс 2 да Плюс 2 Вот здесь 2 2 плюс Вот А t квадрат плюс 1 на t квадрат Это 2 плюс Вот эта штука в квадрате Вот Ну и у меня получается На самом деле Теперь Уравнение Некоторое уравнение Четвертой степени Относительно t Так все это я стираю лишнее да У меня четвертой степени Относительно t Уравнение Относительно чего Относительно z равное корень Из t минус 1 t Вот у меня получается уравнение 2 плюс z в четвертой Потому что это квадрат А здесь корень был Равно z квадрат Плюс 2z Ага Вот И вот что видно сразу Что единица корень Видите да Единица корень Подставляете Получаете здесь То есть z четвертой Минус z квадрат Минус 2z Плюс 2 Равно нулю Ага Ну это уже хорошо Раз мы знаем что единица корень Делим на корень И посмотрим что получится Z в кубе Z в кубе Z в кубе минус Ой Z четвертый минус z в кубе Вычитаем Z в кубе Минус z квадрат Минус 2z плюс 2 плюс z квадрат, да? z в кубе минус z квадрат, да? Минус 2z плюс 2 минус 2 минус 2z плюс 2 0. И получается, что вот это равно нулю, либо если z равно единице, либо если вот это равно нулю. Но здесь тоже z равно единице корень. Видите, да? Тоже подставляете, получается. Значит, тогда остается уже все просто, потому что остается квадратное уравнение. z квадрат, так, z в кубе минус z квадрат. 2z квадрат минус 2 делим, плюс 2z. 2z квадрат минус 2z. 2z минус 2 плюс 2. Все. 2z минус 2 0. Вот. Поэтому либо z равно единице, либо еще раз z равно единице, либо z квадрат плюс 2z плюс 2 равно нулю. Что не бывает, потому что это z минус 1 1 квадрат плюс 1. В вещественных числах не бывает. Все, мы все решили. Дальше что получается? Что вот это должно быть равно единице, значит, t минус 1t, t равен единице. Золотое сечение, господа! Получилось золотое сечение. Итого t квадрат минус t минус 1 равно нулю. Ну и дальше уже дорешаете сами. Теперь посмотрим, что у нас идет ли запись. Идет пока. Еще не кончилась батарейка, поэтому расскажу, как решал задачу Маркелов. А Маркелов вообще ее в лоб зафигачил, в полный лоб. Он просто в наглую все возвел в квадрат. Вот, что только можно, да? То есть, смотрите, взял и возвел все в квадрат. x квадрат на 1 минус x квадрат плюс 2x квадрат корень из 1 минус x квадрат плюс x квадрат равно 1 плюс x квадрат. Сократили. Дальше. Это означает, что 2x квадрат на корень из 1 минус x квадрат равно 1 минус x квадрат плюс x четвертый. Вот. Да. Да. Ну и возводим снова в квадрат. 4x четвертый на 1 минус x квадрат равно 1 плюс x четвертый плюс x восьмой. Господи ты боже мой. Минус 2x квадрат минус 2x четвертый минус Плюс Нет, плюс 2х4 Минус 2х6 Итого А это 4х4 Минус 4х6 Итого х8 Сколько х6 Плюс 2х6 Вот они Х8 минус 2 плюс 4 Сколько четвертой степени Плюс 2х4 Плюс х4 минус 4 Минус х4 Так Что остается Что остается Минус 2х2 Плюс 1 равно 0 Вот оно Так вот, внимание На самом деле оно нормально решается Потому что оно возвратное С одной стороны оно возвратное То есть здесь как бы Симметричности И вот Значит Как бы Вот если я разделю на х4 Я получу Х4 плюс 2х2 Минус 1 Минус 2 Делить на х2 Плюс 1 на х4 Да Во-первых возвратное Во-вторых от квадрата зависит Но Тем самым на самом деле Оно не восьмой степени А второй Потому что Квадрат Значит оно четвертое А не восьмой А возвратное Значит уже второй Мы можем теперь обозначить Просто явной форме Т равно х2 Минус 1 на х2 Ну и здесь будет Уравнение второй степени Да решайте Получите золотое сечение Ну а еще Супер метод угадать Что это квадрат выражения Х4 Минус х2 Минус 1 Это вообще супер метод Я не знаю как это можно увидеть Но в результате это так Х8 Плюс х4 Плюс 1 Минус 2х4 Было плюс х4 Вот отсюда Квадрат х2 Минус 2х4 отсюда Минус х4 квадрат Как раз будет Так теперь А Сейчас не вот так ли Сейчас Вот так Вот так конечно Вот Х8 Плюс х4 Минус 2х4 Это минус 4 Плюс 1 Плюс 2х6 Минус 2х2 Все То есть у нас получается Вот такое уравнение Или Т квадрат Плюс т Минус 1 Равно нулю В явном виде получается Золотое сечение Т равно корень из 5 Минус 1 Пополам А соответственно Х это корень Из корень из 5 Минус 1 пополам Но вообще это все похоже На какие-то соотношения В пятиугольнике Правильно Поэтому Кто увидит Эти соотношения Пожалуйста В комментариях Запишите Это похоже На какое-то соотношение В правильном пятиугольнике И мне жутко интересно Узнать Какое Вот так Друзья мои Можете Сейчас мы отключим Здесь Вот так Снимем камеру И покажем Мою рожу Напоследок Вот она Такая вот Моя рожа Здесь В моем кабинете Он же наша спальня Нет кабинет Вот Он же Часть холодильника И кладовая Заодно Вот так Так вот И живем В карантин Ничего Не хуже других Субтитры сделал DimaTorzok